Итак, только что вышел предпоследний эпизод «Американская история ужасов». Деликат? Он установил несколько связей, ответил на вопросы, прояснил ситуации и персонажи этого сезона. После эпизода, посвященного Аделине, Декстеру и Вороньим Головам, мы снова видим Анну и Шивон. Сделка подтверждена поцелуем, вероятно, сны Анны стали кошмарами. Давайте перейдем к этому эпизоду и разберем все, что можно узнать. Вот объяснение концовки восьмого эпизода двенадцатого сезона. Это видео содержит спойлеры. Вступление и «Ребенок Розмари», открывающая сцена эпизода, имела несколько связей. Действие разворачивается в 1967 году на Манхэттене, где мы видим Фрэнка Синатру и Мия Фэрроу вместе. Синатра и Фэрроу были женаты в реальной жизни между 1966 и 1968 годами. Сцена, где они вместе, демонстрировала взгляд на то, каким было мышление мужчины тогда, это образ мыслей, который Шивон принесла с собой в наше время, и это то, что было в сердце шоу. «Женщине нужно жертвовать страстью, карьерой и увлечениями, чтобы стать мамой». Синатра поставил Фэрроу в ситуацию выбора между ним и карьерой. Она заявила, что женщина принадлежит дому и задает вопрос, как она может быть хорошей матерью, если охотится за карьерой и Оскаром. Это поддерживало главную тему, присутствующую на протяжении всего шоу, особенно во второй части сезона. Встреча Синатра и Фэрроу с поклонниками имела два различных тона и настроения. Человек был влюблен в Синатру, хотел автограф. Говорит с Фэрроу, делает комплимент, уходит до ответа. Синатра и Фэрроу развелись из-за ее съемок в «Ребенке розмари», тоже кино в эпизоде шоу. Режиссер Роман Полански. Не потому, что он хотел домохозяйку. Говорят, Фэрроу согласна на сыщика, фильм Синатры, но съемки «Ребенка розмари» затягиваются. Синатра подает на развод так. Она получает бумаги при всей команде. Полное неуважение к ней. Это не значит, что ценил ее меньше, будучи женщиной. Но показывает, не делала, как он хотел, не нужна. Это в каком-то смысле связано с этой идеей, и интересно было видеть изображение их отношений на экране. Мне показалось, это был способ Мерфи выразить свою любовь к серии о вражде, которую он создал в «Американская история ужасов 2». Хорошо служит своей цели. Эта вступительная часть также служила связующим звеном между книгой и фильмом «Ребенок розмари», который глубоко связан с историей, которую, кажется, следует Айчест Деликайтс. Мы видели Мию Фэрроу на съемках «Ребенок розмари» вместе с Романом Полански и Шэрон Тейт. Говорят, что Тейт хотела роль розмари, но была выбрана Фэрроу, поэтому она оставалась на площадке, так как ее бойфренд был Полански. Шэрон произнесла фразу в этом эпизоде. «Дьявол прекрасен. Вы найдете его в людях, которых никогда не ожидали». Ходят слухи, что Шэрон Тейт действительно произнесла что-то похожее на площадке, поскольку она все больше интересовалась оккультизмом. Она, видимо, сказала, что дьявол красив. Большинство считают его уродом, но не так. Скорее всего, именно поэтому в этом эпизоде использовали Шэрон Тейт. Видели, как Мия Фэрроу примеряла проб, выглядела беременной и начала кровоточить. Услышали голос Шивон. Она посоветовала, как это остановить. Мия спросила, открыв дверь. «Как вы узнали?» Шивон ответила. «Женская интуиция». Предположительно, в то время Мия была беременна, и Шивон это знала. Это не самый ранний эпизод с Шивон. Видели ее версию с головой ворона. Она узнаваема по ожерелью с 46 ганнаши в предыдущем эпизоде. Но это показывает, что Шивон – ведьма или сатанистка. Вероятно, она бессмертна. Вероятно, это та самая она, о которой говорила Айви в предыдущем эпизоде. Показывая, что, как и с автором сейчас, видимый успех «Ребенка Розмари» плюс проклятие фильма можно отнести к участию Шивон и, возможно, к сделке. За странными происшествиями стояла Кора. В этом эпизоде нам открылось, что вороны не были теми, кто стоял за странностями, происходящими с Анной прямо перед ней, как взлом квартиры, сообщения на зеркале, опоздания на встречи, разрывания записок и вещи из материального мира. И внутри головы Анны. Декс фактически изменял Анне Скорой, и все эти странные события смогли произойти, потому что он дал ей ключ от квартиры и установил камеры, что позволило ей следить за каждым движением в квартире. Она относилась к просмотру видеокамер почти как к реалити-шоу и стала одержима Анной, настолько, что хотела быть Анной. Однако, когда Декс в конце концов расстался с Скорой, и она потеряла контроль, затем произошло проникновение ночью из первой серии. Именно в этой серии она раскрыла секреты, которые происходили с доктором Хиллом, и что люди, работающие там, делали что-то с ее ребенком. Я сомневался в искренности признания Коры, и все еще сомневаюсь. То, что она заявила, что работает там только потому, что у нее студенческие кредиты, было своеобразным переворотом всего, что мы видим. Мы видим, как люди заключают сделки с дьяволом, чтобы добиться успеха. А с Корой все иначе. Она готова потерять моральные устои, чтобы заработать денег и погасить долги. Так что это было похоже на сделку с самой собой, которую она заключала. Однако ключевой момент в этой сцене заключается в том, что единственная вещь в физическом мире, за которой не стояла Кора, это куклы, которые продолжали появляться. Это то, что определенно делают ворони головы. Иногда куклы вели себя почти как куклы Вуду, а тело Анны в реальности реагировало на то, какими были бы те или иные куклы. С учетом галлюцинаторных эффектов, которые Анна испытывает из-за ребенка, который находится в ней, это показывает, что это, вероятно, они. А что касается мисс-проповедник в этом эпизоде, мы видели, как она прибыла на похороны матери Декса в паническом состоянии и рассказывала Дексу, как она пыталась предупредить его и как он должен слушать свою жену. Скорее всего, она его предупреждала два эпизода назад. Однако ее вывела охрана и отправила в реанимацию, чтобы ей дали успокоительное. Когда она была там, пришла Анна навестить ее, и мы увидели, что мисс-проповедник сказала, «Они заберут у тебя все, твоя мечта превратится в кошмар». Это было что-то, о чем я не думал в то время, но было раз Анна собиралась уйти, что она на самом деле появилась на экране телевизора позади нее в качестве номинанта на Оскар и весь персонал сошел с ума. Мы, конечно, знали, что Анна хотела Оскара и была готова отказаться от чего угодно ради него, но есть и темная сторона славы. И что, если эта темная сторона будет иметь последствия от сделки, которую она заключила с Шивон? С ней также получив Оскар в конце эпизода. И ее мечта сбывается. Это очень похоже на то, кошмар только начинается, когда она ушла в роды, чтобы родить демона, который находится внутри ее. Мисс-проповедник была взята группой женщин, теми женщинами, которых мы можем только предположить, что являются Рейвен-головы, те же, что, вероятно, убили мать Декса, и появились перед ней, перед встречей с миссис-проповедник. Все выглядит плохо. Похоже, судьба ждет ее так же, как и Вирджинию. Мой отзыв. Серия была нормальной. Немного разочарован короткой продолжительностью, учитывая, что идем к финалу. Длилась всего 30 минут. Показалось, что туда упаковано многое, из-за чего ритм был немного нарушен, но рад, что наконец начинаем получать ответы на наши вопросы последние 8 месяцев. Использование Шивон в серии и ее ожерелье змея – интересный выбор. Кажется, это хитрый способ показать, что она почти как змея, символ дьявола в Библии. Так, это было прямо у нас под носом в этой серии. Показ перчаток с когтями Шивон впервые позволил увидеть ее истинную сущность за сезон. Шивон, поздравляя Анну до названия ее лауреата Оскара, показала, что Анна собирается стать новой мисс-проповедник и родить демона внутри нее, названного чистейшим продуктом. Тот факт, что отец Декса был счастлив видеть Анну, вызвал мой интерес. Несмотря на очевидное вовлечение его, его энтузиазм заставил меня задуматься. Конец предвещает грозное будущее для Анны, и ее страхи с большой вероятностью станут явными в финале. Она полностью осознает вероятность чего-то происходящего с ее ребенком, как в случае с Розмари, так что интересно будет наблюдать. Считаю ли я «Деликат» одним из лучших сезонов сериала? Лично я так точно не думаю. Честно говоря, он был довольно средненьким. Интересно, вернется ли сериал когда-нибудь на тот уровень, что был при его начале. Я бы хотел, но мне кажется, что формула и стиль, может, уже исчерпались. Концепции, например, «Фрик-шоу» и «Десайд Дэм» были действительно интересны и оригинальны, но в «Деликат» нет этой оригинальности или мрачности, кажущуюся правдоподобной. Я говорю это, но все равно получаю удовольствие. Просто надеюсь, что они сделают хорошую концовку на следующей неделе. Так что до встречи, думаю. Итак.